Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Мы озвучиваем занятие, которое я говорю в Потеряевке с 91-го года. Тема, название. Благодарность. Слово это встречается в Библии 125 раз. Недавно я получил от епископа Евтихия благословенную грамоту на детский лагерстан. Благодарю Бога за это. Батюшка наш, отец Сыраким, не верил, что епископ Евтихий даже ответит на эту просьбу мою по лагерю. Говорил, что он так занят, что ему не до нас. И вдруг получал радостное письмо. Вот несколько выдержек из этого письма. Восстановление ведут только на пожертвование организации. Большое ограничение получил, узнав о деятельности архиепископа Марка. Это Герман. Его служение с сербами, пусть и хорошими, но состоящих в клире, даже и высшей иерархии с членами Всемирного Совета Церквей. То есть ни о каком соединении признаний канонического акта не было еще. Это раньше, в 90-е годы где-то. Страшный соблазн. Его лекции перед католиками, не ищущими покаяния, еще один удар по православию. Информация о том, что клирики германской епархии получают жалование от Германского Экуменического Совета, заставляет только горевать об этих жалких пленниках нового мирового порядка. Все это в журнале Вестник номер 3. Собираюсь активно протестовать. Он вчера меня так расшевелил этим письмом, что не могу успокоиться. Встану, похожу, выйду на улицу, опять к письму вернусь. Возвратился из поездки в Новгородчине. До этого на Кубани был, затем Владивосток, Красноярск. Там трудятся два брата, Алферовы, Елей Тимофей и его брат Андрей. Это ушли в другие юрисдикции, один из них, Тимофей, стал епископом, видно. Места их приходов прекрасны, но добираться трудно. Много трудятся физически, а вот в богословии много эмоций и нет духа кротости. У отца Тимофея есть псевдоним Сельский. Мне это тоже не по нраву. Их ошибки, как я вижу, от того, что при их малой опытности кругом лишь отрицательные примеры. К вам знаю, что надо, надеюсь побывать. Но со временем очень трудно, простите, епископ Евтихий. 2 августа 1995 года. Кто желает все письмо прочитать, вот смотрите. Вот я в Потерявке, Потерявский народ сидит, и я им на тему благодарность. У меня вот в книге благодарности сколько там директорам, кто помогал, мэру города, там, ну всем. Стараюсь выписать благодарность. Кто желает благодарность Богу за все. За все трудно благодарить, но надо. Как Ев сказал, когда у него погибли все дома в стадо тысячные, поднялась против него и жена его, и сказал, Нак я вышел из чрева матери моей, Нак и вернусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. В окончании как-то заглатываешь. Да будет имя Господне благословенно. Первый писал Никитцам. За все благодарите, ибо такова у вас боля Божьего Христе Иисусе. Этот стих как эпиграф. Зато благодари, что ты оказался здесь, что ты здесь не нашел то, что хотел найти. В дальнейшем ты увидишь, как все чудно Бог устроил, это ко благу тебе. Посмотрите, как директор соседнего совхоза Майнулов прислал самых безобразных людей сюда, на пастухи. Они сквернословят денно и ночно, и из этого Бог опять же вывел для себя славу. Что получилось? Мы бы никогда не добились этого, чтобы их выдворить отсюда. Не будь здесь этого матерщинника и бессовестного губина Ю, то не дозрели бы мы так быстро до того, чтобы начать более активно бороться за выселение их с территории деревни. Прямо лагерь, дальше лагеря. А деревня находится за 15 километров от нас. И, ну, потеряевские, они в этих строениях, которые стены остались, пастухи пасут. А уже потеряевка основана уже 5 лет. И они там безобразничают, короткие телки, ходят по деревне, саман топчут. Ну вот, пришлось поднимать. А теперь из края приехало большое начальство, и приказано убрать их немедленно через решение прокуратуры, и их след заметать в воспоминаниях. Все, убрали. За 5 километров отбросили. За все благодарите всегда, когда они по-нашему вначале идет. 1 Фессалоникийцам. Какую благодарность можем мы воздать и Богу за вас, за всю радость, в которой радуемся вас пред Богом нашим. Бога благодарим за истинно христианскую жизнь друзей. 2 Коринфянам. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Когда творим милостыню, это призывает на нас Божье благословение и обильную благодарность у принимающих. Мы должны благодарить и не только Бога. Что Бога надо благодарить, об этом говорит вся Библия. Тут все понятно. Как быть с людьми? Вот в чем вопрос. Если человек не благодарит Бога, то он просто неверующий. Другого названия ему и дать нельзя. Съел и ушел. Но мы должны благодарить и людей, творящих нам добро. Деяния. Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению и благоустроению всего народа. Римлянам. Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашних церков. То есть их благодарят. А то что благодарят? Ну так принято? Тех, кто заботится о благовестниках, должны все благодарить, ибо сохраняют источник научения. 1 Фессалоникийцам. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует во вас верующих. Чтобы найти вот эти вот занятия, я должен был из книг скопировать их, перетащить, ну и это там пейджмерки переведите, а потом все места писания сделать жирным, красным и курсивом. И оно теперь считается. Будет, если Господь благословит, около 120 роликов по одной проповеди, то есть занятию тематическому. Должно всегда благодарить Бога за искренне верующих слушателей, что так внимательно к слышанному записывают, другим передают усвоенное. Проповедник должен непрестанно благодарить, что Бог дает такую паству, такую аудиторию. Я всегда этим хвалился, что столько истинно верующих слушателей. Слово благодарность в последний раз в Библии звучит так, книга Откровения. Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. Все во всем Бог, Ему слава, премудрый Соломона. Забвение благодарности, осквернение душ, превращение полов, бесчинение браков, прелюбодеяние и распутство. Знаешь, как это? Забвение благодарности, это как грех ставится. Ты должен увидеть во всем и в том, что идет дождь, что засуха, случилось ли несчастье, была, пала ли у тебя скотина. Ты во всем должен увидеть благодейщую руку Божию. За дивные дела его, за Чечню, за Карабах, за все, благодари Бога. Через это мы сами освобождаемся от чего-то и чему-то научаемся, идем дальше. Но люди говорят, вот не был бы сатаны, как бы было хорошо. Златоуст рассуждает так. Представь, что приехал на Олимпийские игры спортсмен. Борец, а сражаться не с кем, противника нет. То и бороться не с кем, и награды нет. Сатана для нашей пользы, чтобы было с кем бороться. А верующим он немало не помешает. Адам не бодрствовал, и из рая выпал. А Иов боролся на гноище и победил его. Всем безбожникам обладает забвение благодарности. Они не помнят добра, какой им Бог дает каждый день. Неблагодарность, плотской грех, в ряду с убийством, воровством. Не просто так, не поблагодарил, встал и пошел. Этот грех стоит в одном ряду со страшными грехами, воровством, ересью. Ты как неблагодарность выговариваешь четко окончание. Послание к римлянам. Но как они не познав Бога, не прославили... Познав, познав Бога. А ты не познав. Сколько раз ты подставляешь дени? Это противоположный совсем смысл. Что ты делаешь? Нельзя это делать. Но как они познав Бога, не прославили его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось в исмысленных сердце. Ну и предал Бог их. Дальше. Второе Тимофея. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сладостолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Именно неблагодарны. Неблагодарны. Почему я взял это место? И неблагодарность это грех, это разделяет людей. Ты мудрая Соломона. Ибо надежда неблагодарного растает, как зимний иней, и вылится, как негодная вода. Неблагодарный везде будет в проигрыше. Тебе из грязи вытащили, машину рвали. А ты встал и потом не озаботился, как-то их отблагодарить. Сделай тебе добро, запиши его себе. Ты сделал кому, забудь тут же. Сирахов. Не советуйся с женой, а с соперницей ее. И с боязливым о войне, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистливым о благодарности. Если он завидует, ты можешь сесть, я могу сейчас считать, смотри, я больше поворота обращен туда. А ты сел прямо на так, вот я вижу и считаю, смотри, вот как сижу, попробуй, мое лицо там видать. Дальше. Считай. Кто сотворил их и были неблагодарными к тому, кто предуготовил им жизнь. Люди неблагодарные к Богу не могут быть благодарны из-за благодеяния, какие им оказали во имя Христа. Воспитай детей так, чтобы они были благодарны твоим благодетелям. Все время детям говоришь, что вот этот человек такое-то добро мне сделал, чтобы и у детей настроение было хорошее при встрече с благодетелем. Для врагов он оставил в нем мстителя, а для друзей воздающего благодарность. Всегда надо благодарить, запомнить это и другим пересказывать. Вот у меня один знакомый был, очень трудно было, говорит, сработай тут, а сюда ссылали. Ну и сослали какую-то еврейку. И он ей помог, устроил на работе. А потом куда-то он поехал, где она была. Эти евреи, говорит, такую благодарность ему воздавали, они не знаю как. А к дедушке к нашему мимо проезжали, у него как заезжий двор был для мусульман. И потом попал в то село, так они вот с телеги стащили, по всему аулу на руках тащили и кричали там по-своему. Благодетель, какие люди благодарные. Неблагодарных людей Бог как бы вычеркивает, как будто их нет. Сирахов, кто воздает благодарность, тот приносит семидал. А подающий милость, то не приносит жертву хвалы. Благодарящий возносит жертву Богу. Если люди неблагодарны к тебе за твое добро, не рабщи, Бог воздаст. Сирахов. Глупый говорит, нет у меня друга, и нет благодарности за мои благодеяния. Съедающий хлеб мой льстивый языком. Господин привыкает неблагодарить подчиненных Лука. Станет ли он благодарить раба всего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Ну, это меньшего, это другой вопрос. Отправляя Давида к братьям на фронт, Елисей отец их нагрузил его подарками для начальников над другими сыновьями. Елисей воскресил сына сынометянки, и они с мужем решили сделать подарок пророку, еще дачу до этого. То есть сделали комнату, ему выделили компьютерный столик, поставили, где ему там можно было спать, гамак в саду повесили. Ра-блудница спасла разведчиков Израиля, и они отплатили ей благодеяние, подарив жизнь ей и всем ее родственникам, когда над ними нависла смертельная угроза при захвате имя города Ерехона. Давид и Иоаннафан поклялись друг другу, и благодеяние продлили на потомство, что посеешь, то и пожнешь. Судей, сообразно ли с благодеянием поступили вы, который подлипоминал. И не вспомнил царь Иоаз благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил, да видит Господь, и да взыщет. И убил отца Захарию, который спас царя, когда царевич был малым. Почтение к старшим. Почему так говорят, свинья неблагодарная? Может быть, свинья не так и виновата, что ее не воспитали? Сто раз сделай добро такому, но если один раз не угодил, все, он уже забыл тебе. Ты помни, один раз тебе сделано добро всю жизнь. Нашего деда, Чунарева Егора Иларионовича, материного отца. Материного отца. Материного отца. А с материного деда моего, ничего себе. Вспоминали за его доброту, как милостивого филарета. У него пчелы были, и чтобы хулиганы не портили улей, он мед на колодках на ночь оставлял. Сотовый мед оставят в чашке, что кто придет, так поел бы, чтобы туда не лез вовнутрь. Жил на краю деревни Карповка, Тюменцевского района, где я родился. И мимо проезжали на обозах казахи, которых опасались киржаки. Все же не христи едут. А он их привечал, кормил. Когда ему случалось туда поехать, где они жили, то что там сделать, они его с телеги стащили и на руках несли по своему аулу. Эти люди очень благодарны. Если ты сделал добро еврею, то твои потомки еще будут у них в подсчете. Ах, какие люди. В фильме «Отверженный» Виктора Гюго умирающий офицер напоминает сыну Мариусу, чтобы нашел такого-то, кто его с поля сражения вынес. А тот на самом деле мародерствовал, обирал его. И сын старался благодарить этого вора. Подарки. Чем они отличаются от взяток? Дается подарок как знак благодарности, без намерения нарушить закон и справедливость, чтобы избежать заслуженного наказания. Подарки дают простор. Притча. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Притча. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающий ему подарки. Подарок тайны тушит гнев, а дар в пазуху сильную ярость. Сильную ярость погасит даже. Тайна подай ему, положи. Тайна делать, и погода может измениться. Подарки давались издревле, бытие. И ночевал там Иаков в ту ночь, и взял из того, что у него было, и послал в подарок Иса в брату своему. Числа. И пошли старейшины Моавицкие и старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхвование. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адара, веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. Живущий же в митрополиях и 15-й день Адара проводят в добром веселье, посылая подарки ближним. Тема подарки. Я беру все из Библии. Что означают подарки? Иоанну милостивому багаж подарил одеяло дорогое, а тот тут же его на базар продавать. И от других позаботился, чтобы накормить бедных. Багаж вышел на базар и видит, что его одеяло продают. И тут же его купил. И снова подарил архиерею. Тот опять продавать послал. Благодетель купил и снова тащит его в епархию. Часто в несчастье дают обет благодарности за избавление. Говорят, что если... Вот так у нас один мужик заблудился в пургу и погибает, и давать обет начал. Если выйду живой, то бороду брить не буду. И смотрит, что-то чернеется. Пошел, а это мельница. Так и выжил. Иисус Инсерахов. Милостыня человека, как печать у него. И благодеяние человека сохранит он, как зеницу в око. Как Бог это любит. В Серахах. Кто воздает за благодеяние, тот помышляет о будущем и во время падения найдет опору. Мы должны быть особо благодарны всю жизнь родителям, тем, от кого веровали, священникам и всем избавителям и благодетелям. Подарки – худая вещь. В следующих случаях, когда поставлена неблаговидная цель, чтобы извратить суд. Первое царство. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонялись в корысть и брали подарки и судили превратно. Притч. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Экклезиаст. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Исайя. Князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты. И дело вдовы не доходит до них. Исайя. Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Вот сколько мест в Святой Библии написано. Портят сердца дающего и принимающего и посредника. Уголовный кодекс карает сурово за взятки. До 15 лет срок заключения и до расстрела. Приравнивается по строгости к шпионажу. У власти мафия. Начальники требуют взятки, подарков. Благодари Бога, если ты это понял. Они именно требуют, требуют. Амос. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из птесанных камней. Но жить не будете в них. Разведете прекрасный виноградник, а вино и из них не будете пить. Михей. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату. И пророки его предвещают за деньги. А между тем, опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Михей. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, а судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей, извращая дело. Из-за этого мы должны благодарить Бога, что видим, что делается с человеком, когда он не верит в Бога. Знаете рассказ про мужика, как он знал, что судья проклятый засудит его. Поэтому он еще дорогой нашел булыжник и завернул место хлеба в таяпку и нес. Когда начался суд, судья сразу потянул в сторону Богатого. Мужик, мужика же зубами заскрипит, и тем, обратить на себя внимание судей, которого все боятся, трясутся перед этим взяточником. Он же поднимает свой булыжник и покажет его правосудию. Судья раз посмотрел, два, и думает, что бы это значило. Если даже это не золото, если даже это серебро, то все равно будет много. Думает, что мужики в навозе копаются и бывают, куда-кладно ходят. Он начинает судить по правде. Буду не за Мануйлова, а за Попов. То есть за Потерявских. Потому что они правы. Выведу скотину Корчинскую за Андреяшин Лох. Кончился суд, мужика в дверях задержал судья. И сразу же показывай, что там у тебя. Он развернул, там огромный булыжник. Судья удивленно так поднимает брови. Причем это? А это я тебе показывал, что мне терять уже нечего. Что как только осудишь меня, так тебе амба и каюк. Твою безбожную башку проломлю, чтобы другим ты жизнь упортил. Судья сразу же поздравил себя с добрым решением. Хорошо же сделал. Не зря меня жена предупреждала, что бы пилюлю сегодня не принимал. А мне ее какой-то врач назначил, и у меня голова расколется от боли. А тут подарочек дороже золота. Выиграл я сегодня процесс. Сам Бог уронес мимо этот фургон счастья. Так что судите не за подарки, а по правде. И многие кирпичи пролетят мимо вашей жирной жизни. Благодари Бога, если ты выразумел, к чему это сказано. Псалом 32. Он любит правду и суд. Милости Господа полна земля. Яков. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. И в малых делах судей всегда в рассуждении, как бы перед лицом Божиим. Филиппийцы. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Нужно научиться ценить то, что дает Бог сегодня. Порадуйтесь, что никого не берут на войну, что есть еще мирное время, доброе место, что хорошие люди рядом. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Мы идем по лесу сейчас, никаких черцев, котовских, мамонтовых, разбойников нет. И за нами, и ни из какого куста не стреляют, не охотятся за нами. Благодарите Бога, что есть священник у нас. А если не будет у нас епископа, вы понимаете, что это такое? Понимаю. Благодарим Бога, что Он дает нам все это в таком избытке. Второй писал Никицын. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Первая Тимофея. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Благодарю должны Бога и за суды, и за прокуратуру, что иногда и нам отказывает помощь эта структура. Второй Тимофею. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью. Вот так. Небольшая тема, она оборвана. Там то ли не записалось, то ли не было места на кассете. Видно, что не кончено. Почти все они не кончаются. Благодарение Богу. Ну, благодарить научился. Продолжение следует. Продолжение следует...